Римадонна Дизайнер и владелец бренда Рима Туркия ежегодно создает коллекции предо-порте осень-зима и весна-летом. В основном это эксклюзивное женское пальто, декорированное кожей и мехом с элементами ручной работы. Но и дизайнер человек творческий, и каждая коллекция может преподнести сюрприз. Рада приветствовать вас в Одессе. Скажите сегодня, какими судьбами? Я влюбилась в Одессу 10 лет спустя. 10 лет назад я делала тут первый показ, а теперь я сюда пришла не только с показом, а я пришла сюда со своим уже состоявшимся брендом. И я хочу одевать одесситок. Я назвала коллекцию, которая будет представлена в Одессе специально для Одессы, и она называется «Влюбленная в Одессу». Одесситка для вас. Какая она? Ой, это невероятная женщина. Мне кажется, что это самая свободная женщина на Украине. Мне импонирует дух Одессы, и мне импонирует одесская женщина, поэтому мне это несложно. Я люблю свободу. Я всегда хочу, чтобы это было красиво. Модно – окей, но я хочу, чтобы это всегда было гармонично. Как вы считаете, в чем заключается именно ваша уникальность? Я делаю каждый раз, мне кажется, что-то новое, а в итоге получается, что все равно стиль узнают. Каким образом? Сама не понимаю. Прежде всего, это элегантность, это женственность, это, ну и креативность. Если говорить с технической точки зрения, ткани, ручная работа, что в этой коллекции? Рима Донна, как компания, я очень скрупулезно отбираю ткани, и очень много ручной работы, как правило, используется. Мы не производим одежду большими тиражами, это буквально минимальная партия, одна, две, три вещи на всю Украину, и не только на Украину. Сложнейший крой, как правило. Я не люблю легких путей, не ищу легких дорог ни в чем, и тем более в моделях, которые я делаю. Несмотря на то, что главный бутик Рима Донна находится все-таки во Львове, Одесса может похвастаться уже даже двумя представительствами ее бренда. В галерее Афина и на центральной аллее Аркадии. Как часто одесситок вы будете баловать обновлениями? Ну, у нас выходит два раза в месяц новые три-четыре модели. Ну, вот так, приблизительно. Вот если говорить о ваших предпочтениях, может быть, цветовая гамма, может быть, какие-то ткани любимые. Есть у вас что-то вот такое, что вот, ну, люблю-люблю? Ну, морская тема, любимая моя. Я очень люблю море, и это тоже один из фактов, почему я здесь. И полоска, она еще и совпала моя, это любовь с тенденциями в этом сезоне, все модно полосатое, ну, наверное, полоска. Мы работаем в сегменте премиум-класса, и с помощью верхней одежды легче, наверное, я не знаю, подчеркну свой статус. Социальное положение, и я стараюсь, скажем, соответствовать, и мои модели, ну, всегда есть натуральные ткани, кожа, меха, если говорить о верхней одежде, о зимней одежде. Если говорить о летней одежде, то там натуральные ткани, также хлопок, лен, ручная работа, ручная вышивка. Все, что соответствует атрибутам и нюансам одежды. Ну, вот кутюр, может, громко, но тем не менее. Меня все вдохновляет, вообще красиво. Я выросла в старом городе, во Львове, а тем более вообще выросла на площади рынок непосредственно, и натянула, вероятно, этих серых камней средневековья. Я очень люблю старину. Это все перемешку, я не знаю, наверное, называется ментальностью, и эту ментальность я как бы выплескиваю через вот модели. А заряжаюсь энергией я от позитивного, от красивого, от хороших людей, от красивых вещей, от солнца, ну, вот от позитива, скажем. Я беру, черпаю энергию. Прежде чем какую-то модель сделать, вот высказать через одежду, вот настроение, я буквально вот вхожу в образ. А как вы считаете, одежда может сделать женщину счастливой? В абсолюте, конечно, нет, но раскрыть себя, конечно, безусловно. Я думаю, что любая женщина хочет выглядеть хорошо, и с помощью одежды можно очень много о себе сказать. Будьте красивыми от Рима Донна. Марго, как это произошло? Как вы познакомились? Судьба или так должно было произойти? Вот так, как вы сказали, это и судьба, и так должно было быть, и все было сначала банально. Я пришла на собеседование, хотела найти себе какое-то дополнительное дело, и так получилось. Меня пригласили очень внезапно, и была владелица в этот день бизнеса и бренда. Это Римма Туркия, Римма Михайловна. Я познакомилась сначала с ней, потом я познакомилась с ее одеждой. Мне понравилось, у нас сошлись вкусы, как вы говорите, все техническо, все знаки совпали. Могу сказать, что я влюбилась в этот бренд. Коко Шанель говорит, что мода приходит и уходит, а стиль остается всегда, и какой-то стиль прослеживается. Может одеться любая женщина, и молодая, и очень изысканная, и которая хочет выглядеть и модно, и богато. Так что мы всех приглашаем. Одесситки девушки уникальны с горячим южным темпераментом и требованием только самого лучшего. Согласитесь, имеем право. Именно для таких девушек и создавался бренд Римма Донна – одежда для красивой жизни. Балуйте себя и своих близких, и до встречи на Одесса Fashion Channel. Субтитры создавал DimaTorzok